Да ну нафиг! Да ну нафиг! Серьёзно? Здарова, здарова, дорогие друзья, с вами Булкин, добро пожаловать на мой канал, и мы продолжаем проходить игрушку под названием Hello Neighbor Hide and Seek, что в переводе означает привет сосед прятки. Судя по всему, нас ждёт последний, пятый, заключительный этап, в котором мы должны ещё что-то узнать, хотя казалось бы, да? То есть в этой части игры мы как бы должны были узнать, почему сосед стал злым, то есть почему он такой злой, почему вот когда мы играли в игру Hello Neighbor, он такой вот-вот-вот что-то там прячет, что-то там в подвалах, что-то какие-то дома, постоянно, ну короче, прям такой злодей, самый настоящий. И мы как бы узнали, что его жена разбилась в автокатастрофе, дети остались только с отцом, и собственно говоря, вот сейчас у них непонятное, что вообще происходит в семье, потому что отец в шоке, дочка с сыном тоже в шоке, но в то же время вот они как-то вот играют, и всё это происходит на фоне игр в прятки. И у нас последний этап, собственно, что мы увидели в прошлой серии, то что брат стал каким-то очень злым, то есть если до этого они как-то играли, он, видимо, слишком стрессовая ситуация для него, то что как бы мама погибла, и дочка пытается, точнее, сестра его пытается как-то успокоить, но он что-то вот совсем разозлился, что-то прям её, прям вот игрушку стырил и убежал. И судя по всему, теперь он прячется, ну если так вот, да, подумать по той сценке, которую мы видели, а давайте мы её посмотрим заново, потому что многие, возможно, не смотрели предыдущую серию. Прям вот с самого начала пятый этап нам, по идее, должны показать. Вот, собственно, что произошло. Значит, брат убежал, он весь расстроенный, но в то же время он почему-то не... Ну вот, сестра-то его поддерживает, и вот игрушку он отнял у неё и сказал, Ну-ка, давай-ка ты ищи меня, а я пошёл. Может, он реально сейчас будет игрушки таскать сам? Так, ага, ага, ну то есть сестра-то, у неё тоже стресс, и она пытается как, ну вот, как, как, как сестра успокоить брата, но почему-то он вот такой злой. Итак, ну что, мы должны просто выйти, я так понимаю. Ага, выходим. А-а-а, в этот раз вот так вот всё. Если до этого были какие-то воображаемые, так скажем, эпизоды, воображаемые локации, то теперь это реально квартира. Смотрите, как жутковато здесь, мрачно, потому что атмосфера такая стоит, все в стрессовой ситуации, все расстроенные. И, собственно говоря, давайте сразу понимать, пытаться понять, точнее, что же нужно нам сделать. Сделать стоит шкаф. Ага, смотри-ка. Так, опять же, у нас есть этот, эти часы, опять же, у нас есть корзина. Интересно, то есть, правда, в этот раз-то, а прикиньте, наоборот, нам нужно догонять теперь реально брата, искать его. Так, ну сейчас попытаемся понять. Я вижу батут, на который нужно спрыгнуть откуда-то сверху, потому что отсюда я же с лестницы до него не до... А, может, и допрыгну, кстати? Ну-ка, давайте попробуем. Да ладно. Реально, что ли? Жутковатенько. Офигеть. Это пока я туда отходил, братик успел вот столько вот игрушек насобирать и отнести сюда. Как он их сюда, интересно, донес? Ну-ка, давайте сразу изучим, что тут, потому что я увидел уже этот батут, что можно будет, как бы, перепрыгнуть, скорее всего, там забор. А здесь у нас, возможно, тоже что-то интересное. Ой-ой-ой. Блин, что так жутко? Офигеть! Смотри, что он наделал. Мы просто не успеваем даже оглянуться, а он уже просто гору кукол натаскал. Так, ладно, я все-таки пройдусь сюда, не знаю, куда мне нужно точно. Смотрите, здесь мы можем точно забраться наверх. Может быть, что-то там найти. Так, а мы можем точно забраться наверх? Ну-ка сюда. А, подождите, я тут не допрыгиваю. Здесь тоже не так все просто. Так, подожди-ка, подожди-ка. А может, там какое-то окно? Не, на улицу. На крышу, точнее, мы не попадем таким образом. Так, все знакомые объекты. Граммофон. Так, ладно, допустим. Ну, хорошо. Вот все, что увидел, а пока что это батут, который действительно вроде как поможет нам перепрыгнуть. Смогу ли я прямо вот с лестницы, например? Я же могу туда вот прилететь? Ну да, такая нифигово крутая лестница. Так, опа. Ага. Так, это было легко. Это было легко. А что дальше? А это еще, я думаю, что... Ага. Вниз? А точно можно туда? Мне кажется, здесь куска лестницы не хватает, которые, скорее всего, как раз-таки нужно решить, как и что вот именно там. Можно я попробую? Мне просто интересно, что снизу? Наверное, сюда лучше не прыгать. Ух ты, е-мое. А, все, меня вернуло в начало. Все, игра мне подсказывает, что как бы нужно разгадать сначала, Санек, а потом ты пойдешь дальше. Я увидел вот что. Я увидел, что там можно сейчас с той лестницы запрыгнуть вот сюда, по-моему. И таким образом пройти по верху. Смотрите, вот тут очень много всяких предметов. Это будет нелегко, но мы их сейчас попробуем. Так, то есть вот так. Либо сразу вот сюда, например. Опа. Так. Отсюда мы можем пойти. Ну, давайте попробуем по полочкам сюда. Пройду здесь? Пройду. Что, вниз? Наверное, вниз. Знать бы еще что и как вообще. Куда? Почему? Зачем? Давайте попробую туда. Аккуратно. Понятно. Аккуратность мое второе имя. В скобочках нет. Так, ладно, сейчас будем пытаться. Я пока что пробую то, что я вот понимаю, то, что вижу сам. По своему такому не очень большому опыту. Ну, как небольшому опыту. Hello Neighbor прошли. Hide and seek. Не знаю, возможно... Ну, вряд ли, конечно, я за одну серию сегодня пройду. Хотя, кто знает. А вдруг получится. Так, сюда что ли? Наверх? Ну, пока все складывается неплохо. Ага. Ого, ворона. Так, и что нам? Наверх? На эту трубу? Блин, опять упал. Слушайте, непонятно пока. Давайте попробуем понять, куда нам вообще надо пройти. Тут темно на самом деле. На трубу-то мне, может быть, и не нужно. Если я... С этого я прыгну на стол. Сюда на стул. Ага. Так это мне особо ничего не даст. Слушайте, хороший... Хороший повод сейчас мне задуматься. Потому что вообще никаких подсказок. Очень-очень странно. Очень-очень странно. Но сейчас... А, кстати, фонарик что ли? Ага. Он ничего, что большой такой. Блин, ну здесь-то помещение тоже неспроста. Никакого объекта вообще совершенно я не вижу, который мы можем подобрать. По этой фигне мы можем забраться куда-то? Нет. Интересное кино. Интересное. Так, то есть что-то нужно активировать. Что-то нужно активировать. Чтобы лестница встала на свое место. Что это может быть? Хороший вопрос. Ну-ка, давайте еще раз попробуем туда перелететь. Хотя бы с батутом я разобрался. Уже неплохо, да? Так, попробуем еще разочек. Попробуем еще разочек изведать вообще, что у нас тут по полочке. Куда мы можем пройти. Надо сразу все понять. Потому что вот то помещение, которое находится в той стороне, я думаю, что неспроста. Ну, типа, зачем делать было отдельно какую-то комнату? Так, ну смотрите, вот сверху, да? Я могу спрыгивать вот на этот стол. Там сидит ворона. А вдруг, кстати, она меня куда-нибудь как испугается и перенесет. Может такое быть? В этой игре может быть все. Поэтому лучше проверить. Давайте аккуратненько. Ну-ка, ну-ка. Ага. Понятно. Никак она не взаимодействует со мной. Ну, хорошо. Тогда попробуем на стол. Надо все сразу проверить сначала. Так, я прыгаю на стол. Ой-ой-ой. Так, радио я не могу выключить. Давайте на стул. Ага, понятно. Я упал. Слушайте, ну, с другой стороны. Хорошо. Вот я сюда залетел. Я залетел на этот стул. Все. Ну, как бы батареи. Вряд ли. Вот там есть еще вентиляционная вот эта штука. Может быть туда. Давайте все-таки еще раз посмотрим. Вот просто вот так вот. Мало ли что-то я не заметил. Ну что, вот заберусь даже если я вот на эту штуку туда пройду. Опять же, что-то там может лежать. Тоже верно. Ну, где-то должен быть какой-то активатор вот этой вот, вот, вот этой лестницы. Или как это работает, чтобы я попал за, ну, вот как бы там дырка все-таки вот эта вот. Так, ну-ка еще раз давайте попробуем посмотреть, как это там все выглядит. Значит, здесь мы легко перелетаем. И все. И там дырка, да, в которой я уже упал. Проверил, что лучше туда не падать. Но, тем не менее. Все тут. Ничего. Подождите, а вот это мне кажется или... Блин, ну какая-то очень странная, на самом деле, вот эта штука. Это лампа. А вот эта штука очень похожа на увеличенный в разъемах вот этот вот... В разъемах что? Увеличенный в разъемах. В размерах рычаг. Вот это не рычаг ли черненький на нем? Смотри-ка, это рычаг, по-моему. И чё? Так я если спрыгнул... Ну, это пред, конечно. Да нет, это в комна... Найти, надо что-то искать. Я ещё и промахнулся. Подождите, мне... Мне либо чудится, либо вот этот вот рычаг, который... Ну, сейчас же все объекты как бы в доме увеличены. У меня такое ощущение, что это рычаг. А можно я попробую всё-таки как-то на него спрыгнуть? Вдруг? Ну, это будет, конечно, бредовая хрень, на самом деле. Потому что нафига такая локация, чтобы дёрнуть рычаг, который находится вот как бы за батутиком просто вот за этим? Наверное, нет. Ну, чё-то мне вот прям сейчас померещилось, походу. Что-то приснилось, блин. Как я на него попаду-то, блин? Никак, наверное. Блин, очень... Да ладно! Ух, ебать! Ой-ой-ой! Да ну! То есть вы понимаете, насколько эта игра... Наверное, если бы я вот... Не проходил полностью Hello Neighbor, И вот эти рычаги в основном там там не крутил, Вот эти вот штуки, жёлтый вот этот огромный, И вот сбоку вот этот крючок. Я бы и не запомнил этот объект. То есть игра рассчитана, что ты уже много поиграл в эту игру. Так, дверь открывается. Ого! Продолжаются наши приключения, судя по всему. Ну, здесь вроде всё максимально просто. Надо просто подняться, наверное, наверх. Офигеть! А куда? Вот туда вот, а я допрыгнул так? Наверное, надо сначала на ручку. Ага. Так, хорошо. Эмм... Опасно, блин. Туда, что ли? Не, подождите, наверное... О! Не допрыгнул, блин. Чё-то сегодня я не долетаю, блин. Так, я удивлён, что такое решение, Как бы с одной стороны оно нифига не простое, как бы. Ой. А с другой стороны... Как бы и простое. Зачем тогда локация вся остальная нужна? Так, сюда. Отлично. Тут я прям... Нашёл. Проход пока, по крайней мере, нахожу. Преодолеваю всё. Коробки. Коробки. Сюда. Да ладно, в смысле? Почему она не перепрыгнула? Ну, перепрыгнет же. Ну? Да в смысле? Стоп, что? Что я не так делаю? Это самая верхняя точка, которая... Которая здесь есть. Не, ну лампа, конечно, ещё есть. Чё, нереально не переп... Не понял, блин. Чё за дела? Опять какие-то подвохи, да? Или я просто реально не перепрыгиваю? А! Ого, сейчас какое-то, знаете, Какая-то как будто белая вспышка была. Вон оно чё! Так, радио кричит опять, помехи. Опа, улица. Так. Улица. И куда идти? Ничего себе, как высоко. Так, ладно, допустим, я прохожу. Блин, я чё-то в шоке от этого рычажка, который... Мне сначала реально, я думал, померещилось. Я бы сейчас там столько бродил бы, времени потерял. Так, и куда? Наверное, сюда? Ой, опасно. Сейчас куда-нибудь... Как полечу? Сейчас как сработает эта штука? Вот туда, наверное. По трубе? Ё-моё, опасно. Куда-то чё-то мы не туда уже забираемся. И чего? На трубу? А! Ё-моё! А! Приснилось. Приснилось. Птичка помогла. Птичка спасла. Так, чё-то я какой-то, видимо, неправильный маршрут выбрал. Значит, ещё раз. Труба. По ступенечкам. А, всё, я вижу. Вот сюда можно. Отлично. Сюда. Сюда. Так. Лестница наверх. О, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Сейчас полупа. Эй! Тихо-тихо-тихо-тихо! Подожди! Тихо, держись! Держи! Держи! Подожди, подожди. Это-это я-это я-это я... Я просто... Померещил ещё. Такой огромный дом, пипец. Так, сюда. Всё, лестница. Куда мы забираемся-то, я не понимаю. А какая связь между игрушками и... И что? Так тут тупик О, чё-то лежит Игрушка лежит Ну и чё, а брат Ого Чё-то высоковато, реально Так, брат нашёл А чё он делает-то вообще? Да ну нафиг Да ну нафиг Серьёзно? Серьёзно? Причём она, он умышленно Это сделал Не просто из-за того, что он там пытался отнять игрушку Она удержалась, а потом он её толкнул Он её столкнул Да ладно Чё-то А-а-а Охренеть Ну это пиздец Сильно Прикиньте А-а-а Да ладно Стоп 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 Чё? Я сейчас правильно всё понимаю? Получается Вот это жёстко Это жёстко, блин Это очень жёстко Это очень жёстко, ребят Во-первых, очень короткая глава Я, во-первых, офигел от того, что всё было очень просто Это как бы такая, знаете, очень Очень быстрая глава Но я больше, конечно, офигел от вообще поворота событий Это, получается, отец закопал Дочку У себя На участке Вы прикиньте Сначала Он с женой попадает в ДТП Погибает жена Стоп Чего? Это, получается Это, получается, в подвале-то он сына держал Какая-то хрень попала аж в рот Он реально Он, получается, в подвале сына держал Ебануться Он потерял жену Он потерял дочку И, причём, дочку Столкнул брат Да что за хуйня? Шерсть какая-то, блядь Брабуса, что ли? Или что это? Он, получается А почему брат-то это сделал? Я, вот, честно, вот этого не понял Почему он, как бы Ну, я понимаю, у него стресс Но А при чём тут его сестра? Почему он так к ней относиться начал? И почему вот он вот так вот Ну, как бы Причём в глазах его, как бы, было видно Что он понял, что он наделал вообще в этот момент Но он же это сделал умышленно Он не просто там вырвал первый раз, когда игрушку Она, типа, там, потеряла равновесие и упала Он вырвал игрушку А потом оттолкнул её Зная, что она стоит на краю Он умышленно это сделал Потом, конечно, он начал понимать В момент падения вот это слоу-мо Пипец Ну это Это сильно, блядь Это сильно Это всё бесконечно будет, видимо, длиться Прикиньте Вот это я Вот это поворот, блядь Теперь понятно, блядь, чё сосед такой Я вообще не представляю его, конечно, эмоции И вы прикиньте, сначала потерять любимого человека А потом потерять одного из ребёнков И ещё знать, что Другой ребёнок, грубо говоря, убил Свою сестру Что? И он его, получается, сына посадил в подвал Интересно, а разработчики изначально так планировали? То есть сначала же вышел Hello Neighbor Где просто нам, ну, ничего особо-то неизвестно Ну что-то там плюс-минус Что соседа что-то странное В конце мы узнаём, что вот ему совсем пиздец грустно А потом, получается, появляется, как бы, вот Сосед, за которого мы играем За этого пацанчика И он достаёт ещё его И в конце, как бы, типа, там Побеждает То есть в итоге Просто жизнь, конечно, у соседа Вот у этого, который вот именно вот В котором мы как бы сражались в первой части Просто максимально несчастная, конечно Ребят, это очень сильная игра оказалась Помимо того, что она очень интересная В своём жанре уникальная И... Я это часто говорю про различные игры Но так оно и есть То, что вот я прохожу Блин, ну это реально уникальная игра Тут столько реально загадок Очень сложных Я прям прокачал немножечко, так скажем Свои мышления какое-то Это было круто Ребят, ну ещё есть Hello Neighbor Уже вторая часть, я так понимаю Альфа или бета Которая разрабатывается сейчас Поэтому мы обязательно в ближайшее время Ей займёмся Попробуем поиграть Она же вроде в открытом доступе должна быть Так что, ребят Давайте просто проводим Первую часть и Hide and Seek Которую, я не знаю, официально можно считать Второй или как вот таким Какой-то предыстории Но всё равно Это очень классно Очень классная серия Вот эта вот Hello Neighbor В целом Ребят Кто тоже так считает Поддержим лайком Ну а в скором времени, друзья Мы Попробуем Альфа Альфу или бета Я честно не знаю Она, по-моему, даже не демо Второй части И посмотрим, чего там вообще и как Потому что она вроде совсем недавно вышла До новых встреч, ребят Подписывайтесь на канал Если тут впервые Не забывайте нажимать на колокольчик Чтобы не пропускать следующие видео Оставляйте ваши комментарии Всем удачи И всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok